Здравствуйте! Mifo Hi-Fi Pods по аудиофильским меркам уже достаточно старые наушники, но тем не менее, попали они ко мне только сейчас. И, если честно, жаль, потому что это очень крутые наушники, и я не ожидал такого именно от Mifo, потому что Mifo делают долгоиграющие наушники в тяжеленных кейсах и, как правило, с достаточно спорной посадкой. Здесь, ну, вот просто делали какие-то другие разработчики. И пойдем сначала по внешнему виду. Кейс кажется достаточно тяжелым, хотя по факту вполне себе легкий. По открытию здесь все симпатично. Тоже, как уже было в других наушниках от Mifo, и доставать наушники достаточно легко. В плане посадки это не то, чтобы просто там какой-то шаг вперед, это 10 шагов вперед, потому что, наконец-то, это правильная, абсолютно анатомичная форма. Это адекватные амбушюры, и все, наушники просто вставил в ухо, они сидят, создают прекраснейшую пассивную звукоизоляцию и при этом не ощущаются. В них можно и заниматься спортом, и ходить достаточно долго, использовать для аудиокниг, для чего угодно. Абсолютно для этого подходящие оптимальные наушники. И при этом по характеристикам у них все тоже очень неплохо, потому что в качестве излучателей используется один динамический и сдвоенный арматурный излучатель. То есть, ну, вроде каких два, по факту получается, что один. Также есть поддержка защиты от влаги по стандарту IPX6, а это уже очень неплохо, то есть для ТВС-ок это крутейший показатель. Все еще плавать в них рано, но, тем не менее, от влаги защищены они хорошо. То есть, какой-то там легкий дождь, пот, либо же еще что-то, ничего с ними не сделают. Они это смогут пережить. Ну, и также поддерживается APTX, что неплохо, время автономной работы до 6 часов, это отличный показатель. И также есть активное шумоподавление, которое здесь, с одной стороны, работает классно, потому что, как такового вакуума они не создают. Того шума, который обычно создают, во многих случаях создают активное шумоподавление, тоже нет. Со своей задачей они справляются круто. Но, блин, у них есть легкий такой шум. Возможно, я надеюсь, что это проблема конкретно этого экземпляра, но шум здесь такой достаточно монотонный, и он выделяется, если вы просто включили шумодав, но при этом не включаете музыку. То есть, включили музыку на 10%, все, уже ничего не слышите. Но если задача просто подавить шумы и при этом не включать ничего, то этот шум, он будет прям напрягать и раздражать. Это странно. И я реально надеюсь, что это проблема именно одного экземпляра, потому что это единственная проблема, о которой хочется говорить, которая здесь актуальна. Так как звучание у них шикарное. Опять-таки, я не слышал наушники мифа, которые звучали бы так, чтобы можно было сказать, да, это действительно хорошее звучание для True Wireless наушников. Здесь есть хорошая детальность, очень хорошая детальность приблизительно на одном уровне с теми же Suncore Liberty 3 Pro, но опять-таки, не доходящая до OneMoreEvo. Это очень приятный бас. Его здесь, конечно, количественно больше, чем должно быть. То есть, у наушников есть такая V-образность. Но, тем не менее, бас остается хорошим даже на достаточно высокой громкости. Он не теряет в весе, то есть, его остается также достаточно именно по удару. И при этом он достаточно детальнее. Середина здесь хорошая, она естественная, она натуральная, без каких-либо искажений. Сцена здесь, не сказать, что прям, ого-го, какая огромная, но, тем не менее, она тоже есть. Наушники не звучат как-то вот узко, все вот в каком-то тоннеле. Есть объемное звучание. И высокие частоты здесь хорошие, они детальные, они для True Wireless наушников не упрощенные. Для своей стоимости они очень и очень крутые. Мне нравится. И при этом MiF выпустили уже следующую модель после них, то есть, более такую навороченную. Но мне она понравилась значительно меньше. То есть, там и по звуку хуже, и по посадке уже есть некоторые вопросы. Но о них я поговорю в другом видео. Поэтому достаточно старая модель оказалась очень классной. И причем на уровне с топами. С топами не какими-то общепринятыми, там, Sony, Sennheiser, Bose, Bauer, Wilkes и так далее. А именно с реальными топами в виде тех же OneMoreover, Soundcore, Liberty 3 Pro, Edifier, Neobus Pro. Они вот куда-то туда уже стремятся. И если бы не вот эта V-образность, которая местами все-таки сказывается на аналитичности наушников, то было бы вообще просто пушка-бомба. Ну и шум во время работы активного шумоподавления. Очень классные наушники, определенно могу их советовать. Мне они дико понравились. И на этом на свое видео впечатление буду завершать. Если вам есть что добавить, то, естественно, пишите об этом в комментариях. Если вас они заинтересовали, то по ссылке в описании сможете найти. И поддержать меня сможете в аккаунте Boosty и там же получать уникальный контент. На этом свое видео впечатление завершаю. Вам большое спасибо за просмотр. Желаю вам мира и здоровья. До скорых встреч.